Всем привет ребятки! Сегодня мы поиграем в одноименную игру, сделанную по мультиреалу Бен 10. Кто не смотрел этот мультиреал, обязательно посмотрите, он очень-очень крутой. И я конечно же его не смотрел, но думаю он реально крутой. Как вы можете обратить внимание, у меня на левой руке есть вот такая вот штукенция приблуда, которая очень огромная. И называется она Омнитрикс. Нашли мы ее в лесу, когда поехали на летние каникулы вместе с дедушкой и сестрой главного героя отдыхать. Конечно в лесу было скучновато и наш главный герой поперся в гусь леса и нашел вот эту вот штуку, которую как я ранее сказал уже зовут, да не зовут, называют Омнитрикс. Эта штука очень крутая, она позволяет нам трансформироваться или мутировать или превращаться кому как угодно в разных инопланетных существ, которые обладают крутыми сверхспособностями. Который помогает нам защищать нашу планету, ну то есть способности, ну и сами эти инопланетные существа, в которых мы превращаемся. Так что давайте посмотрим на что способен наш Омнитрикс. Итак, нажимаем буковку Т, вот так вот мы активировали свой Омнитрикс, и как вы видите, здесь у нас появилась секция, где мы можем выбрать любого и на ложку. Давайте посмотрим сколько у нас всего секций. Вторая секция, третья секция, четвертая, пятая, пустая, но возможно ее еще разработчик дополнит. Возвращаемся к первой. Давайте же посмотрим на первых наших инопланетян. Инопланетяна, которого я буду сейчас выбирать в этой секции, будет отображаться на нашем Омнитриксе, в виде голографической 3D модельки. Так что смотрите, хопа, во, горящая башка. Я не буду называть вот этих инопланетян по именам, буду называть их по-своему, горящая башка. Дальше у нас лягуха, ну конечно это не лягуха, это там такая здоровая псина, ну собакен, в общем такой злой. Но отсюда он похож на жабу. И давайте начнем по очереди. С первой секции превращаемся в вот эту горящую голову. Хлыбыш, ого, какая графика, слушайте. Крут-круто. И кстати, вот он у нас остался, Омнитрикс. Он всегда при нас, даже когда мы мутируем, трансформируемся или превращаемся, он всегда будет при нас гонять на плечах, на спине, на попе. Ну в общем везде он будет отображаться на нашем герое. Давайте же посмотрим, что умеет этот инопланетянин. Какие у него сверхспособности. Во-первых, он умеет кидать фаерболы. Вот такие вот фаерболы. Давайте сейчас кого-нибудь подожгем. Так вон, чуваки. Кстати, фаерболы так прилетают прилично. Помимо этого мы еще можем врубить нитро. Типа вот в этом виде. Ай, я не то сделал, сейчас подождите, вернемся. Так, огненная башка, врубай нитро. Вот так вот, вот это очень круто выглядит на самом-то деле. А ну-ка еще выше мы взлетим. Жух. Блин, ну конечно это знаете, как с джетпаком каким-то. Воу, нифига себе. Красный четырех. Руки и силач тоже так-то прилично прыгает. Нифига, он скочит. Ну-ка, я его догоню. Ну, слушайте, он примерно так же прыгает, как и я высоко. Только я вот со своим нитро, а он просто так прыгает. В принципе, мы больше за этого инопланетного персонажа ничего делать-то и не умеем. Только кидать с фаерболами и вот так вот взлетать. Но это все равно тоже круто. Так что давайте посмотрим какого-нибудь другого. Следующего. Кстати, помимо того, что мы можем превращаться при помощи омнитрикса, мы еще можем этим омнитриксом стрелять. Смотрите, вот так вот. Буф. И бластер. Зеленый бластер у нас отправляется в нашу мишень. Вон в ту высотку. Ладно, давайте дальше посмотрим, что у нас здесь есть. Кого бы выбрать-то? Вот эту вот лягуху, как я ранее сказал. Эй, лягуха. О, появился. Да. Он похож на самом деле на собаку. На огромную такую богастую собаку. Рыжую. И на плечах у него тоже омнитрикс висит. Итак, давайте посмотрим, что умеет эта собака. Во-первых, она очень быстрая, очень прыгучая. А во-вторых, она нифига не умеет делать, кроме как бить лапой. О, еще одна. Эй, подожди. Ух ты, нифига себе. Вы посмотрите, там какой-то космический корабль. Пойдемте посмотрим на него. О, то есть мы еще можем отправиться в космос? Да прикалкивайтесь. Ну-ка, давайте ес. Эй, я хочу отправиться в космос. Ребята, мы реально на этом космическом корабле отправились в космос. И как вы можете видеть, мы отдаляемся от планеты Земля и летим вон туда, на какую-то другую планету. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Летит Гагарин в космосе, над этой звездной пропастью, а по Земле опять идет весна. Ну, вот мы, ребята, и высадились на этой планете. Здесь таких, как я, тоже очень много. И кроме камней вот этих, в принципе, здесь больше ничегошеньки и нету. Так что предлагаю вернуться в город. Вернемся к нашей собаке. Здесь эта собака не имеет никаких сверхспособностей, кроме своих блох. И вот так вот рукой мотать, что разве. Все. Больше нифигашеньки она не умеет. К сожалению. Не, ну на самом деле обидненько, обидненько. Видите, он только своих блох умеет вот тут меж лапе чесать и все. Больше ничего. Иди сюда, скоростная ящерица. Оф-оф-оф-оф-оф. Ха-ха-ха. Да, забавно это выглядит. Посмотрим следующего инопланетяна. Это вот эта вот громила. Каменный громила. О, какой он мощный, слушайте. Он будет сейчас, походу, делать алмазы. Так как он сам и состоит из этого алмаза или рубина. Непонятно. Давайте, в общем, используем его сверх суперспособности. Кажется, мы умеем стрелять этими алмазами. Отлично. Кажется, я сейчас себе подобного пристрелю своими алмазами. Так, стопе. Опачки. А он умеет делать вот такие вот глыбы. Я тоже, в принципе, могу делать такие глыбы. Давайте сделаем ее. О, нифига себе, как я умею еще. Как-то быстро подлетать вот так к противникам. Ну-ка, иди сюда, дай я на тебя пробую. Подожди, подожди. Эх. Он не успел ускользнуть. А где глыба? А вот она и глыба. Из кристаллов. А мы можем на нее забраться? Ну-ка. Можем. Круто. Ну-ка, давайте машину попробуем продырявить. Вот тут и сделаем. Эээ, нет. Нет-нет, далеко слишком. О, вот так вот, да. Круто. А следующий наш инопланетянин, это ящероподобная вот такая вот штука. Вы посмотрите, как этот ящер очень быстро носится. У него прям способность флэша. И еще за ним такой шлейф остается крутой. Так, ладно, давайте посмотрим на его сверхспособности, что он умеет. Ну, руками, кажется, умеют все драться, поэтому это не способность. Не будем считать ее за это. У нас есть быстрый подкат. То есть, вот таким вот макаром он выглядит. Хопа. То есть, мы быстренько бежим и останавливаемся. Ух ты, какой жучара здоровый. Давайте к нему подкатим. Хопа. Кажись, мы его... Нет. Я думал, мы его насквозь просто разрубили своей скоростухой. Но нифига не произошло. Что же еще умеет этот ящероподобный инопланетянин? Он умеет бить вот так вот очень быстро ногами, как котейка. Вот что-то подобное на кошку похоже. В принципе, и все. Давайте вернемся в облик человека. И посмотрим, что у нас еще есть. Четырехрукий силач. Очень крутой чувак. Он прыгает невероятно высоко. Ну, естественно, колбасит своими массивными четырьмя руками наших противников. И сверхспособностей у него есть разве что вот такая вот приблуда, как прыгнуть и ударить по земле. Хлобыщ. И, по идее, должна расколоться земля. Давайте попробуем своим простым прыжком запрыгнуть на какое-нибудь здание. Ооо, как это просто. Слушайте, как это просто делать вот этим вот персонажем. А давайте вон на ту базу биткоинтов запрыгнем. Точнее, на вышку. Или как это? На бизнес-центр биткоинов. Где там написано буковка Б. Сейчас мы на нее запрыгнем. Если у нас, конечно, прыжковой силы хватит. Если мы не пропанимся. Да ничего, если чего, в два этапа запрыгнем. Хлобыщ. Так, хорошо. Сейчас. Сейчас еще раз попытка. Два. Опачки. Почти, почти, почти. Мы уже возле биткоина. Буковки Биткоин. И выше Е. А, мы здесь не одни, смотрите-ка. Здесь у нас... Эй, муравишка. Ха, здесь у нас муравишка. Давайте попробуем его расплющить. Вот. Вот так вот. Вот так вот. Ах, не получается. Ладно. Давайте посмотрим, что у нас есть еще. Эй, чувак, ты зачем так вырос-то? Ой-ой-ой, кажется, он меня сейчас раздавит. Не-не-не, хорош топать меня. Не надо это делать. Я же не муравей, как ты был. Все, ладно, я валю отсюда. В общем, наш вот это ящероподобный морской черт. Прямо реально какой-то мутант. Что же он умеет? Он умеет следующее. Походу, он нифига не умеет, слушайте. Да, кроме как вот так вот сжирать свою жертву, он больше ничегошеньки не умеет. Это обидно. Обидно. Я думал, будет что-нибудь поинтереснее. Например, как закапываться в асфальт. Ладно, давайте кого-нибудь попробуем съесть. О, девочка, ты кого там бьешь? Давайте-ка мы девочку попробуем за шапку ее. За волосяную шапку ее. Так, опачки, опачки. Опачки. Ой, кажется я девочку съел. Ну ничего, я же морской черт. Так, перевоплощаемся обратно в человека. И смотрим секцию 2. В секции 2 у нас есть... Кто у нас есть? Давайте в призрака, в призрака давайте. Ээээ, ну да. На то он и призрак, чтобы его было не видно. Сейчас подождем, когда моделька проявится. Ну вот, наконец-то проявилась моделька нашего призрака. Он прыгать не умеет. Он умеет бить руками. Вот так вот. Ну как, в принципе, и все призраки. У него еще очень крутой глаз. Мне он безумно нравится. Этот глаз перемещается по всему телу призраку. Видите? Хопа, сейчас сюда полетел. Вернулся обратно. Сейчас он может оказаться на спине. Хопа, вот он на спине был. И обратно вернулся на свое место. Так, эй, опять этот великан прилетел ко мне. Посмотрим на наши сверхспособности, чтобы справиться с этим великаном. Так, я умею вот так вот нырять в асфальт. Вот так вот. Так, давайте мы в него нырнем. Блин, не получается нырять в него. Он перевоплотился в морского черта. Морской черт против призрака. Блин, на самом деле нырять в них как-то сложновато. Я промахиваюсь постоянно. Ладно, давайте... Оу, кажется, он меня морской черт съел. Обидненько, обидненько. Ладненько, давайте вернемся снова в призрака. Потому что мы не все его сверхспособности еще посмотрели. Вторая способность это перемещаться сквозь всякие различные предметы, здания. И вообще сквозь любые материалы. В общем, вот сейчас я, например, сквозь землю ушел вниз. Давайте поднимемся теперь наверх. Так, а как наверх подняться? Так, я хочу наверх. Слушайте, похоже, он может здесь только вниз, под землю уходить. Вот, это плохо. Это очень-очень-очень нехорошо. Ладненько. Похоже, что призрак на этом у нас закончился. Поэтому давайте ресетимся и давайте на этом закончим. Если вам понравилось, то обязательно в комментариях напишите, чтобы я продолжил снимать этих монстрюганов. Потому что там еще есть парочку, которых стоит посмотреть. Они крутые. А на этом я с вами прощаюсь. Всем удачки и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok